привет еще один фокус картами только для него нам понадобится не вся колода а всего лишь две карты смотрите король крести семерка черви будьте очень внимательны короля я убираю за спину какая здесь остается карта скажете что семерка но нет семерка была все это время здесь будьте очень внимательны я же говорил здесь семерка здесь король смотрим семерочку я убираю какая здесь остается скажете что семерка но нет семерка у меня все это время за спиной так все-таки какая король Я же говорю, будьте очень внимательны Итак, король, семерка, смотрим Беру короля, здесь у нас остается семерочка И прямо на ваших глазах король меняется на семерку И теперь семерка оказывается здесь, а король здесь Какие же вы невнимательные-то Для этого фокуса вам понадобится не две, а четыре карты Нам нужно сделать с вами вот такой вот гиммик Гиммик это секретный реквизит, благодаря которому получается тот или иной эффект Вам нужно взять две карты, склеить лицом к лицу Чтобы у нас получилась с двух сторон рубашка А другие две, соответственно, рубашка к рубашке Чтобы получилось с двух сторон лица Клейте очень аккуратно, прям уголочек к уголочку Чтобы карты выглядели как одна Потому что если склеите криво, то зритель все-таки может заметить, что с картой что-то не то Сразу говорю, возьмите лучше контрастные карты Допустим, черную картинку, либо красную картинку Какую-нибудь там даму черви И цифру противоположного цвета Допустим, если красная дама, то черная десятка, например В моем случае это семерка черви и король крести Теперь переходим к обучению Берем две карты И ваша задача их расположить вот таким вот образом Держим их тремя пальчиками, то есть это получается большой, указательный и средний Карта, которая лицевая, она находится справа от вас Но первой к лицам к зрителю То есть сзади это выглядит вот так То есть она справа от вас, но она перекрыта картой-рубашкой И теперь мы делаем наше секретное движение Секретное движение выглядит вот таким образом Все Смотрите В тот момент, когда мы с вами показываем одну карту И показываем вторую В момент поворота мы делаем наше секретное движение Жит То есть Если мы ничего не делаем, то у нас здесь не видно номинала карты А если мы передвигаем, то Соответственно, зритель видит, какая у нас с вами вторая карта И когда мы разворачиваем нашу руку обратно, мы делаем снова это движение То есть медленно это выглядит вот так Поворот руки Как его правильно делать? Держим карты И наша рука поворачивается против часовой стрелки То есть Раз Два Раз Два И во время поворота нам, соответственно, нужно соединить его с нашим секретным движением Давайте попробуем Раз Два Раз Два Это движение вам нужно будет хорошенечко порепетировать Я понимаю, что вы держите карты изначально в одном положении При повороте у вас не всегда будет получаться добиться точно такого же положения Но мы наши карты зрителю показываем быстро Поэтому не всегда на этом акцентируется На этом вообще даже не акцентируется внимание То есть мы держим наши карты, показываем Король крести, семерка черви Вернули обратно Все Еще раз давайте попробуем Король крести, семерка черви Все Вернули И дальше переходим к следующим движениям Мы показали наши карты с двух сторон Берем нашу карту Которая с двух сторон лицевая Убираем за спину Но Главное вам в них не запутаться То есть Зритель видит короля крести Мы говорим Мы короля Убираем за спину Какая карта здесь осталась? Соответственно Ну Логично, что здесь остается семерка Но В этот момент Мы аккуратненько Нашу карту просто Переворачиваем И показываем нашему зрителю Что нет Ты был не прав Семерка была у меня за спиной Возвращаем нашу карту В исходное положение Показали еще раз Здесь семерка Здесь король Давайте попробуем еще раз Убираем Говорим прям Что семерку мы убираем за спину Какая здесь карта? Зритель может сказать Что семерка Вот такие Нет Ты чего? Семерка-то здесь все это время была То есть Не делайте поворот карты Сразу Потому что Зритель может вас подловить Но вы будете к этому готовы То есть Если они могут сказать Семерка Вы такие А нет Ты чего? Я его только что убрал за спину Они такие Окей ладно Здесь король Такие И уже перевернули И показываете короля Это был второй этап И теперь переходим к третьему Говорим Будь очень внимателен Еще раз показали карты с двух сторон И теперь Мы берем Нашу лицевую карту За уголочки Получается Где у нас индексы у короля Мы берем Большим И безымянным пальчиком Вот так Раз И теперь самый эффектный фокус Визуальный Это превращение Одной карты в другую Смотрите В каком положении мы держим карту Большой И безымянный пальчик Держит нашу карту За уголочки А указательный Прикладывается к длинной стороне То есть Просто его аккуратненько приложили Но за счет него Будет происходить вся магия Смотрите Само движение выглядит Вот таким вот образом Мы просто Поворачиваем Нашу карту Но Мы же не можем с вами сделать просто Та-дан Тогда мы Раскроем секрет Нашего фокуса Мы делаем С вами Вот такие плавные Волнообразные движения И в момент Когда карта Находится В Допустим Представим Что у нас есть отрезок По которому мы с вами Двигаем рукой В крайней точке Наша задача С вами Как раз Делать переворот Нашей карты Раз То есть Мы не делаем Это посередине Где-то Потому что Это очень видно А так мы Видите Раз Вроде она находится В поле зрения Но чуть-чуть Увели И за счет того Что карта В расфокусе У зрителя В глазах То мы ее Переворачиваем И она Визуально Меняется На другую Давайте попробуем еще раз Взяли Встряхнули Карта Поменялась В исходное положение Ее поставили Смотри Здесь семерка Здесь король Вот ты невнимательный Конечно Как правильно показывать Этот фокус Вы можете Либо сразу Уже быть подготовленным С двумя картами Либо Взять Колоду карт Та карта Которую Рубашка Рубашка Положить наверх Та которая Лицевая Положить На низ Колоды И мы говорим Что нам понадобится Всего лишь две карты Берем Та которая С рубашками Повернули И берем Которая Лицевая Но Ваша задача Эти карты Ни в коем случае Никак не крутить Чтобы зрители Не увидели Что с другой стороны У вас также Находится рубашка И лицо Что эти карты Склеены И во время Показа этого фокуса Зрители должны Находиться перед вами Если зрители Сбоку Либо сзади Они увидят Ваш секрет И это уже будет Для них не фокус А непонятно что Поэтому Показан только тем Кто находится Перед нами И ни в коем случае Не крутим рукой Так чтобы зрители Могли увидеть Наш секрет То есть Если мы с вами Взяли карту То в этой же плоскости То есть Лицом постоянно К зрителю Убираем Ее За спину То есть понятно Если бы мы ее взяли Мы могли бы ее Просто вот Вот так убрать Но Но в этот момент Когда мы перевернем Зрители могут увидеть Поэтому все время Карта лицом Должна смотреть На зрителя Убрали Перевернули Ее за спиной Перевернули И в таком же положении Лицом К зрителю Показываем ее И Также В момент Превращения То есть Раз Превратили Вернули на место Показали карты С двух сторон Давайте еще раз Пробежимся Две карты Которая лицевая Находится Справа от вас Но Под карты Рубашкой К зрителю Находится Спереди Показали с двух сторон Первый этап Это Просто спрашиваем Какая карта Поменяли Раз Показали еще раз Убираем карту Спрашиваем Какая карта Если он говорит Ту которую Вы убрали за спину То нет Вы ее еще раз Показали Если Зритель сразу Говорит Допустим Король То вы ее переворачиваете Показываете Что карты Поменялись Снова Повернули Показали с двух сторон И третий этап Это Сама Визуальная Сменка Карт И снова Показали еще раз С двух сторон Сложили карты вместе Аккуратненько И убрали к себе В карман Чтобы зрители Потом не Выхватили вас И не Раскусили ваш Секрет На случай Если вдруг Во время показа Фокуса Зритель захочет Их посмотреть Ваши карты И начнет К вам подходить Во-первых Держите его на расстоянии То есть Чтобы он к вам близко Не подходил И скажите Что не мешай Пожалуйста Показывать фокус Досмотри его до конца И потом Мы с тобой Все это обговорим Обсудим Показали фокус Убрали карты И если все равно Он к вам подойдет И попросит Показать ваши карты Во-первых Это ваш реквизит С которым вы работаете И вы не можете Его давать Зрителям Просто так Чтобы они посмотрели Все это пощупали Вы можете об этом сказать Сказать Что это мой реквизит И к сожалению Если я тебе его не дал Значит Не надо его трогать Потому что Мало ли что Может произойти Если же он будет Очень настойчив Во-первых Вы можете сказать Это была магия Вот это реально Была магия И Можно на крайний случай Отшутиться таким образом Если он прям Очень настойчив И пытается Дай мне карты посмотреть Вы говорите Подожди Смотри Сделали щелчок И говорите Посмотри В свой правый карман Эти карты Сейчас окажутся У тебя в кармане Ну По-моему Полезет проверять То есть Он скажет Да не Не шутка Ты говоришь Проверь Проверь карман Начинает проверять И скажет Ты такой взрослый А в чудеса веришь Все Отшутились Вроде бы Всем смешно Всем весело И После этого Можно переходить Уже спокойно К другому фокусу Я надеюсь Этот логический фокус Был для вас понятен Если же нет Перемотайте назад Посмотрите еще раз Повторяйте Репетируйте Изучайте Удивляйте